Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В Российской Федерации понимают, что в случае с Приднестровьем действовать так нагло, как это было в Крыму и на Донбассе, не получится, потому что эта территория не имеет общих границ с Россией, зато граничит с Украиной, что создает для Киева и Кишинева определенные возможности для ликвидации Анклава. Такую точку зрения озвучил журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале, поясняя поздравления президента РФ Владимира Путина в адрес молдавского лидера Майи Сандо по случаю Дня независимости Молдовы. «Аннексия Приднестровья – вещь непростая. Если Молдова и Украина будут действовать слаженно и предпримут общие меры по ликвидации сепаратистского анклава внутри Республики Молдова, анклава, который не имеет никаких общих границ с Россией, но зато имеет границы с Украиной», – заявил аналитик. В этой связи в Москве всегда пытаются наладить контакты с руководством Молдовы, чтобы тянуть время, пока у власти в Кишиневе находятся проевропейские силы, отметил эксперт. По словам журналиста, поздравления Путина в адрес Сандо и отказ поздравлять украинского лидера Владимира Зеленского с аналогичным праздником свидетельствуют о попытках Кремля играть на молдавском направлении. Также власти России пытались играть с Украиной после победы Зеленского на президентских выборах. Однако, когда поняли, что новый глава украинского государства не собирается капитулировать перед Москвой, быстро потеряли интерес к этой затее. Напомним, присутствие Майи Сандо среди основателей Крымской платформы было отмечено в российской прессе, в которой говорится, что президент Молдовы назвала Крым частью Украины, обвинив Россию в незаконной аннексии полуострова. Москва считает, что этот форум продолжает формировать неонацистские, расовые взгляды нынешней украинской власти. Об этом в преддверии форума заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, а официальный представитель того же министерства Мария Захарова сказала, что Москва сделает выводы относительно позиций участников форума. В Кремле уже есть голос народа в лице члена общественной палаты РФ и Крыма Ивана Абажера, который считает, что российские власти должны принять меры в отношении участников заседания Крымской платформы. В своем выступлении в Киеве Майи Сандо отметила важность пересмотра принципов международного права, мирного порядка разрешения споров. «Мы не можем допустить, чтобы исторические недовольства, ревизионная политика, лицемерное использование силы и несоблюдение прав человека стали новой нормальностью. Мы все должны вернуться к мирному и политическому разрешению споров. Мы должны вместе бороться с угрозами региональной безопасности. Мы все должны проложить другой путь – конструктивный и устойчивый», – заявила глава государства. А президент Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа может стать площадкой для решения и других региональных конфликтов, не только для деоккупации украинского полуострова. Об этом он сказал во время визита в Молдову после торжеств в честь 30-летия независимости. «Я говорил о том, что Крымская платформа может стать площадкой для поиска путей деоккупации и других территорий и решения других региональных конфликтов», – сказал Зеленский. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!